Доброе утро! Но сегодня они такие красивые и очень хорошо видно, где девочки и где мальчики. Вы что-то заметили? А потом нам говорят, что братья менее активные. Вот откуда братья менее активные. У кого есть мальчики, приводите в хор. Вот что я хотел сказать. То есть не хватает басов, не хватает, иноров не хватает. Пожалуйста, приводите. И я думаю, что Миша будет очень благодарный вам, если вы начнете сейчас приводить братьев в хор. Ладно. Вот это все, кто... Извините, я понимаю, что у нас все в хору туда дети получаются. Тут за исключением вот такая маленькая, аж непривычно. Все в хору. Хорошо, ребят. С Рождеством вас! Спасибо. С Рождеством Христовым и... Не, не с Новым Христовым, просто с Рождеством. Ребят, вы к Рождеству готовы уже или нет? Да? Молодцы. Что-то такое, ребят, знаете? Подарок. Вы уже елку дома украсили? А, кстати, у кого дома живая елка? Поднимите руку. Рождеству. А кого мертвая? Ну, в смысле, не настоящая, в смысле, искусственная. Настоящая. Хорошо, ребят. Что еще нужно, чтобы подготовиться к Рождеству? Что надо сделать? А, лазери поставить. Современные дети, да, лазерные игрушки повесить, в смысле, чтобы лазер был. Да, это правда. Ребят, это все правильно. Это очень хорошо, украшать елки, делать подарки. И, кстати, кто же посчитал свои подарки все? Знаете, сколько у вас подарков под елкой лежит? Еще нету? Только один пока? Один, но большой. Да. А у кого есть 3-4 подарка уже под елкой? О, папы, мамы, балуете детей, балуете. Ну, нормально, у меня тоже много уже. Марик, привет. Хорошо. Но Рождество, я думаю, что вы уже все знаете, что Рождество, это не только елка, это не только подарки, это не только лазерные огни, это что-то намного более важное. Помните, да? Рождество, это мы празднуем, когда родился Иисус Христос. И подарки, помните, почему мы подарки дарим детям? Кто помнит? Почему? А ну скажи нам. End of the year. В смысле, заработал. Иланка, давай, кричи оттуда. Совершенно верно. Когда я переведу, когда пришли мудрецы, то они подарили Иисусу подарки. Совершенно верно. И интересно то, что я уже, по-моему, говорил раньше, что коммерческие компании, они взяли чуть перевернули, они на самом деле дарили подарки Иисусу, правильно? Но представьте себе, если бы на Амазоне продавался лана для Иисуса. Я думаю, немного бы людей покупало это, да? Или там смирно для Иисуса. Поэтому намного проще продать Xbox для ребенка, чем смирно для Иисуса. Поэтому компании, они что сделали, не сказали, давайте будем дарить подарки друг другу и таким образом праздновать Рождество. В этом нет ничего плохого, это хорошо. Но проблема в том, что в этой вот суете всей иногда забывается основное, это подарок для Иисуса. Ребят, как вы думаете, вы можете сделать подарок для Иисуса? Как? Давай, скажи, ты у нас ближе всего сидишь. Молиться и слушать Слово Божье. Брат, молодец, будущий проповедник. Но вот настоящий подарок, вот взять такой подарок настоящий, вот допустим взять вот такой вот подарок, подарить Иисусу, можно или нет? Нет. Не, нельзя? Иланка. Можно или нельзя? Понятно. Подумай. Хорошо, я вам сейчас, ребята, расскажу, как можно вот такой подарок настоящий подарить Иисусу. Именно Иисусу. Я вспоминаю историю, ребят. Помните, есть такая притча в Библии, когда Христос рассказывал, что когда будет суд, он говорил про овец и козлом. Он говорил, что я поставлю овец, это его дети, которые его любили на одну сторону, а козлом на другую сторону. И потом те люди, которых он поставил на сторону, где его дети были, он говорит, придите ко мне, потому что вы меня, когда я был голодный, вы меня накормили. Когда я был, когда я был, ребят, я здесь. Там прошел кто-то. Ребята, кто меня еще не видит, я здесь. О, ребят, совсем плохо все. Братья и сестры, не ходите по залу, потому что сбивается внимание вообще у детей конкретно. Ребят, так вот. Когда Иисус говорил, что когда вы что-то сделаете, и он говорит, когда я был голодный, вы меня накормили, когда я хотел пить, вы меня напоили, когда я был в больнице, вы меня посетили. И они говорят, ну как, мы же тебя не видели ни в больнице, ни когда мы были голодные. И он сказал интересные слова. Он говорит, что то, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня. То есть получается, что мы можем кому-то подарить подарок, и это будет как будто бы мы подарили именно подарок Иисусу. Вообще Иисус, Он постоянно говорил о том, что Он хотел, чтобы мы делали добрые дела. Если мы посмотрим в Библии, очень много говорится о добрых делах. И даже есть такая, раньше много кто-то верил в православных католиках, они верят, что мы можем спастись только через добрые дела. Нужно делать добрые дела для того, чтобы быть на небе. И мы это прекрасно знаем, что это неправда. Мы знаем, что в Ефесянах там написано, я думаю, учили на это место в Библии, что написано, что благодатью мы спасены через веру и сияние дел, чтобы никто не хвалился. Но интересно то, что мы так сильно на это обращаем внимание, что мы спасены благодатью, мы не читаем дальше. А дальше сразу написаны такие слова. Там написано так. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам делать. То есть Он говорит, что да, вы спасены по благодати, вы спасены через веру по благодати, но Бог вас создал для добрых дел. То есть мы спасены по благодати, но Он хочет, чтобы после того, как мы спасены, мы делали добрые дела. Ребята, почему это важно, почему я говорю сейчас об этом? Потому что я не хочу, чтобы вы сделали добрые дела только на Рождество. О, будь здоров, пожалуйста. Какой вежливый мальчик. Он хочет, чтобы мы делали добрые дела все время, всю нашу жизнь. И апостол Павел, когда апостол Павел говорит о том, что через добрые дела мы не получаем спасение, апостол Джеймс потом говорит, он говорит о том, что если вы не делаете добрых дел, то ваша вера, она вообще мертвая, она не живая. Он говорит о том, что да, вы спасены по вере, но если вы хотите показать свою веру, то делайте добрые дела. А, ребят, и он говорит о мертвой вере. Ребят, кто из вас хотел бы, чтобы вам подарили на Рождество котика, живого котика такого, мягкого, пушистого, а собачку такую, снеговика живого? Ну, это олыва, да. Ах, ребят, я на прошлое Рождество подарил своим детям котикам. Красивый такой, пушистый, классный. Кстати, кот никому не надо. Годовалый. Шучу, шучу, это не реклама. Я подарил кота. И я помню, когда мы подарили этого котика, я помню реакцию наших детей. Это было просто, просто что-то. Они прыгали, они пищали. Я помню эту реакцию. Это такая, ааа, котик. Они были так рады, потому что он такой мягкий, пушистый, он мяукает. И я себе представил сейчас, когда я читал это место, я представляю, что они открывают коробку, а там лежит мертвый котик. Представляете, как будто неприятно, да? Это будет очень неприятно. И вот апостол Джеймс говорит, что если у вас вера без дел, она мертвая, она как-то котик, который мертвый. И Христос сказал, что я не хочу, чтобы ваша вера была мертвая. Я хочу, чтобы ваша вера была живая, с добрыми делами. Хорошо, ребят, но почему я об этом говорю сейчас на Рождество и что можно вообще конкретно сделать? Я вам расскажу такую историю, это короткая очень история, когда к Иоанну Крестителю, помните такой был человек, Иоанн Креститель? Помните? Да, он Иисуса Христа крестил, да? И вот к нему пришли люди, они спрашивают, что нам делать? И Иоанн говорит им такие интересные очень слова, он им сказал. Он говорит, тот, у кого есть две рубашки, пусть поделится всем, у кого нет. А у кого есть еда, пусть поступает так же. То есть, если у вас есть две рубашки, поделись всем, у кого ее нет. Если у вас есть еды, достаточно, поделись тем, кто голодный. Ребят, я уверен в том, что у вас, у всех, у всех у вас есть подарков намного больше, чем вам, игрушек, чем вам нужно, правда? У кого не хватает игрушек? Вот вы думаете, у меня совсем игрушек мало. Есть такое кто-то здесь? Я думаю, что у вас самая большая проблема побирать в комнате, потому что этих игрушек уже не помещаются никуда, правда? И вам на Рождество родителей еще больше игрушек подарят подарков. И помните, я говорил, что мы можем подарить подарок Иисусу, если мы дадим Ему кому-то, кто в этом нуждается, или у кого этого нет. У нас, наша церковь, есть очень много молодых людей и старших, которые ездят на миссию в Мексику. Вы знаете об этом, да? И знаете, что в Мексике есть много деток, у которых нет игрушек вообще, им на Рождество ничего не подарят. И вы можете, ребят, сделать подарок для Иисуса. Как вы это можете сделать? Вы можете взять один свой подарок, который вы возьмете. Ребят, вы там уже решаете, какой подарок подарить? О, я здесь. Привет. Так вот, вы можете взять один подарок, который вам подарит родительное Рождество, принести в церковь. И вот те миссионеры, которые будут ехать в Мексику, они возьмут их с собой и подарят деткам, которым это нуждается. И это будет ваш личный подарок для Иисуса. Только, ребята, хочу вам сделать одно пожелание. Я думаю, что очень легко попасться на такую удочку. Я подарю то, что мне не нравится. Мне не нравится, но я возьму и подарю. Я вспоминаю такую историю. У меня есть племянница, и она была еще маленькая. И она очень сильно хотела себе куклу Барби. Кто знает, о которой кукла Барби? Знаете или нет? О, помните, да? Это как American Girl сейчас, только для ваших мам и пап было. Так вот, она очень сильно хотела себе такую куклу Барби. Она это была давно уже. Я не знаю почему, мы решили ей подарить пылесос детский. И вот я помню, она ожидает, что мы ей подарим эту куклу Барби. Она разматывает, и тут пылесос. И я смотрю, у нее слезы на глазах. Я еще решил вопрос задать такой умный. Я говорю, а тебе нравится? И она такая, да. И я понимаю, что ей совсем он не понравился. Так вот, ребята, я думаю, что может быть такое, что у вас какой-то подарок, и вам он не понравится. Не отдавайте Иисусу то, что вам не нужно. То, что вам не нравится. Отдайте то, что, наоборот, вам нужно, то, что вам нравится. Отдайте для Иисуса. Поэтому, ребята, что мы сделаем? Мы сделаем так, мы возьмем, кстати, вы открываете подарки, насколько я знаю, либо 24-го вечером на Сочельник, да, либо 25-го утром. И у нас 25-го числа на Рождество будет собрание, здесь 12 часов, по-моему. Мы сделаем так, мы 25-го поставим большую коробку здесь при входе, и она будет до Нового года стоять. И вот вы возьмите, выберите один подарок, который вам нравится, и принесите его, отдайте его, как для Иисуса. И буквально еще одно такое пожелание, это уже для родителей. Я когда мне Бог эту мысль послан, чтобы такое сделать, у меня сразу такая мысль, стоп. Вот я сейчас покупаю подарки для своих детей, и я думаю, что мы все умные, мы же дарим подарки не то, что, ну, либо что-нибудь. Допустим, ребенок просит полгода что-то, мы говорим, подождем до Рождества и подарим на Рождество. Как бы одним камнем двух зайцев сразу. Либо то, что ребенку нужно, допустим, ему нужно для школы, мы думаем, вот возьмем на Рождество и подарим. Чаще всего. И такая мысль сразу появляется, если вот ребенок мой возьмет этот подарок, сейчас даст Иисусу, мне же все равно его нужно будет когда-то купить опять. И появится желание договаривать ребенка. Поэтому помогите вашему ребенку научиться с детства показывать свою веру через добрые дела. Не договаривайте, а наоборот поощряйте. Наоборот, напомните ребенку, скажите, что... А вот хотел бы ты лично свой какой-то подарок отдать Иисусу. Кстати, сегодня вы можете купить разные игрушки, подарки для того, чтобы поддержать детей, которые нуждаются на Донбассе. И я, кстати, вас всех поощряю, пожалуйста, это сделайте. Но когда ребенок свое отдаст, это он свое отдает. И это он чему-то очень важному научится. Поэтому, пожалуйста, поддержите ребенка в этом. И последний вопрос, последняя такая идея. Я принес пару подарков. Кстати, Эмман, помогите сюда вынести еще пару подарков. Я хотел вам помочь начать, ребят. У меня есть такие маленькие подарочки, очень простые. Я хочу сейчас вам их подарить. Но я хочу подарить их вам только при одном условии. Кому-то из вас, кто захочет. Что это будет подарок не для вас, а это будет подарок для Иисуса. Что это означает? Я хочу, чтобы вы помолились и подумали, кому этот подарок вы хотите подарить. Чтобы вы кому-то его подарили и потом об этом человеке помолились. Это может быть ребенок или ваш друг, кто-то, может быть кто-то старший, может быть взрослый, может быть кому-то. Но чтобы вы этот подарок не себе забрали, а подарили кому-то и потом об этом человеке помолились. Хорошо? Кто хочет так сделать? Раз, два, все, уже слишком много, ребят. Давайте я дам вот здесь буквально, дам одному мальчику. Вот ты отвечал себе, он такой молодец был. Вот тебе один такой подарочек. Нельзя. Эмман, помоги, пожалуйста, раздать, потому что я буду ходить долго. Спасибо большое. Вот, ребята, кто хочет так сделать, только вы помните, это подарок не для вас. Это подарок для Иисуса, вы кому-то дадите его. Эмман, держи. И потом, ну, выбери сама, кого увидишь. Хорошо, ребят, и последний вопрос для вас. Ребят, что вы сегодня... А, не, не вовремя вопрос. Эмман, быстрее, потому что они отвлеклись. Ребят, помните, подарок не для вас. Нам нужно помолиться, чтобы Бог сказал вам, кому хочет, чтобы вы подарили его, и потом вы об этом человеке будете молиться. Эмман, спасибо большое. Ребят, кто из вас, что сегодня выучил? Что вы сегодня запомнили? По-моему, подарок в конце сбил все мысли, да? Иланка, что ты запомнила? Давай, я микрофон дам тебе, чтобы... Помните, ребят, я очень люблю, чтобы вы повторяли, чтобы вы выучили, чтобы... То, что, чтобы попасть на небо, нужна вера, но у тебя только вера, если ты делаешь, чтобы дела. Молодец, да, это правда. Что вы еще запомнили, ребят? Кто-то еще что-то запомнил? Как вы можете сделать подарок Иисусу? Хочешь ответить? Не, не хочешь. Как можно сделать подарок Иисусу? Слушать родителей. Нормально. Сейчас, подожди, Иланка. Кто еще запомнил? Как мы можем сделать подарок Иисусу? Как? Молиться и слушать родителей. Как можно сделать подарок Иисусу? Слушать родителей. Как можно сделать подарок Иисусу? Дарить другие подарки другим... Забыл слово. Забыл слово, но идею понял. Дай пять. Дети, молодец, спасибо большое. Как тебя зовут? Никита. Никита, молодец, внимательно слушал. Да, вы можете сделать подарок Иисусу, если вы дарите кому-то или делаете добро кому-то другому. Ребят, давайте мы помолимся с вами сейчас, попросим, чтобы Бог помог нам делать постоянно добрые дела для других людей. Хорошо? Встаем, будем молиться. Кстати, кто хочет со мной помолиться? Хотите, ребят, помолиться со мной? Давай, вот иди со мной, помолимся. Господи, у тебя благослови за этот день. Также благослови, чтобы было хорошее служение. И также помоги тем, которые нуждаются в чем-то. В имя Существа. Аминь. Аминь. Иисус, спасибо тебе большое, что нас любишь, что нас благословляешь. Иисус, что у нас есть намного больше, чем нам нужно. У нас есть не две рубашки, у нас есть много рубашек, у нас есть много еды, Иисус. Спасибо тебе большое. Я прошу тебя постоянно, чтобы мы помнили о том, что ты хочешь, чтобы мы делали добрые дела, чтобы мы служили тебе, чтобы мы любили тебя, мы делали как для тебя, Иисус. Я прошу тебя, пожалуйста, благослови и деток наших, помоги эту важную истину им выучить, запомнить, помоги нам об этом постоянно повторять, чтобы они показывали свою веру, показывали ее в добрых делах. Слава тебе за все. Аминь.